МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Профессия доярка была и остается самой главной в селе. Но когда на смену ручному труду пришел труд автоматизированный, профессия поменяла свое название. Но нельзя сказать, что операторам машинного доения стало работать проще. Ранние подъемы, уход за животными, кормление буренок – эта профессия по-прежнему остается не из легких. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рабочий день на молочной ферме начинается всегда рано – в 6 часов утра. Загоны для доения уже подготовлены, буренки терпеливо ждут своей очереди. Тихоня, тихоня, заходи. Доярки аккуратно надевают аппараты. И пока коровы завтракают, молоко течет по трубам в баке молокохранилища. В стадии около 400 голов. Все коровы чернопестры немецкой породы. Они мало чем отличаются друг от друга, но доярки так не считают. Они знают каждую по кличке и по характеру. Каждой корове свой подход. Нужно подходить и разговаривать с коровой. Ласковые слова ей говорить. Но если мне подойдешь, вообще крикнешь, корова уже пугается. Галина Подольникова признается, что за многие годы работы дояркой она уже привыкла к этому тяжелому и кропотливому труду. Старается всегда хорошо выполнять свою работу. Это видит и высоко оценивает и ее начальство. Не случайно в прошлом году именно она участвовала в конкурсе «Лучшие по профессии» и заняла первое место. У нее всегда ухожены коровки. С отдачей она выполняет свою работу. Молодняк у нее на 100% выхаживается. И так она передавая у нас доярка. Труд доярки очень сложный. В обязанности входит чистка и мойка буренок. Двухразовая, а зимой трехразовое доение коров. А также уборка стойла и всего коровника в целом. Им необходимо контролировать состояние животных, а в случае необходимости оказывать медицинскую помощь, подлечивать их. Кроме того, нужно обладать сноровкой и наблюдательностью, ведь у каждой коровы свой нрав и аппетит. Рабочий день. Поднимаюсь я в полпятого. Выезжаем на дойку с соседней деревни за 9 километров. Приезжаем сюда на дойку. В 6 часов начинается дойка. Дуем 2 часа. Заканчивается в 8, потом едем домой. И приезжаем вечером тоже в 5 сюда на дойку. В 6 начинается вечерняя дойка. В 9 приезжаем домой. Домашние дела? Домашние дела. Ложимся отдыхать в 11 часов. И вставать? И вставать в полпятого. И встаете? Привыкли. Труд доярок ценится высоко. Женщины получают достойную заработную плату. Плюс современные условия труда, автоматизация доения. Все это привлекает в профессию и молодые кадры. Тебя, товарищи из кинохроники. Здравствуйте. Они тебя снимут вместе с волшебницей. Расскажи, товарищи, всю свою биографию. Весь свой трудовой путь. Галина, здравствуйте. Здравствуйте. Нам сказали, что вы одна из самых опытных доярок. У вас есть даже награды. Поэтому мы пришли в гости именно к вам сегодня. Поможете нам освоить это дело? Поможем. Галина, расскажите сначала, вы давно работаете дояркой? Давно уже, лет 18 работаю. Моя мать работала дояркой, и мы ходили с детства, помогали матери. И освоили эту профессию. Она мне понравилась. Я коровок люблю, полюбила и сама стала дояркой. Но это не сложно? Нет, конечно. Поможете освоить? Поможем. Галина рассказывает, что коровы чувствуют, когда к ним подходит чужой человек. Поэтому сначала надо подождать. Пока она к нам привыкнет. Только тогда приступаем к доению. Это доильные стаканы с резиной. Переворачиваешь вот так, чтобы коллектор смотрел на тебя. И подключаешь к арбону. Так, мы присаживаемся, да? Угу. Так. Подключаем. Все. Все, аппарат один, да? Процесс пошел. Как долго этот процесс? Сколько времени занимает? 7 минут корова должна доиться. 7 минут и сколько литров? Примерно, сколько литров дает корова? 10. Утром дает, и 5 вечером, 15 литров. На попечение каждой доярки 40 коров. Благодаря автоматической установке они могут доить по 3 одновременно. Это облегчает работу и значительно ускоряет процесс. Это все автоматизировано. А если вручную, то сколько доярке нужно времени? Ну, представим, допустим, вручную вы работаете. Сколько нужно времени, чтобы 40 коров подоить все? 2,5 часа. За 2,5 часа 40 коров и подоили? А руки не устанут? Ну, устанут, это надо все напрягиваться доить. Если не механизм, то доили. Ну, раньше не было по 40 голов, раньше по 22. А, то есть меньше, да? Меньше по голове было, да. Иногда приходится доить и вручную. Ведь не исключены перебои с электроэнергией. Да и после отела, чтобы накормить теленка, корову нужно подоить без помощи техники. Первый раз, когда вы подошли на дойку, страшно вам было? Первый раз, когда вы доили корову? Страшно, страшно, конечно. Страшно. А потом уже привыкаешь, а теперь уже все. Никакого страха. А вы стараетесь не ставить ведро, да, на землю? Нет, я вот, держу. А можно прокинуть теленку? Да, я держу в коленках и даю. Сильно нужно нажимать? Нет, не сильно. А тебе не больно, нормально? Нормально. А нужно как-то в процессе общаться? С ней нет или? Нет, я просто стоять, стоять. А ничего, то что не ваша коровка, она чувствует, что она не подошла? Конечно, чувствует. Чужая коровка, конечно, будет чувствовалась. А можно я попробую? Попробуй. Попробуй. Вот так, за дуечку, раз. А сильно нажимать? Ой, ну не тянется. Сильно. Кулачком вот так. А, вот даже ведро сложно попасть. Вот. Корова чувствует чужого человека, поэтому дает так мало молока, объясняет Галина. Долго мучить буренку мы не будем, меняемся местами, и Галина умело продолжает доение. Через 12 дней у нас выходной, два выходных. Через 12 дней. Так мама нам больше привыкся. Ну, конечно. Спасибо вам, Галина. Чувствую руки профессионалов. Ну, хорошо. Спасибо, Галина, вам большое. Продолжайте работать. Успехов вам в работе. Спасибо. Пусть коровы побольше. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Не все люди способны выдерживать подобный темп жизни. Ежедневные ранние подъемы, тщательный уход за животными, неограниченный трудовой день. Но те доярки, которые выдержали и проработали больше года, не уходят никогда. А у вас тут весело. А что ж нам плакать? Хоть нас и не снимают, нам все равно весело. А прикинула, продаваться. Аааrzy. Grammat. По поводу головок환. По поводу головокам и нехрените. Помимо. По поводу головокам. Уходи. П Steph Curry. cogn downside. Галина. По поводу головокам и абрู excluding reporters www. Аааа. По поводу головокам и нехренываются. что ли, чего выnehmen себе спадали,